Что делать, если тесто получилось очень гидротированным и его сложно собрать? Как исправить ситуацию? Варианты такие. Можно увеличить количество складываний. Делать это не так, как указано в рецептуре, а сделать их так часто, насколько позволяет тесто. Даже с интервалом в 10 минут, если тесто успеет в 10 минут расслабиться, опять растечься в контейнере, в котором оно выбраживает, и позволяет себя сложить, то можно делать складывание каждые 10 минут. Таким образом, тесто будет укрепляться и собираться. Второй вариант. Можно добавить муки уже после автолиза. Я этот способ не люблю, но в качестве исключения это можно сделать. При этом нужно обязательно себе пометить, что с данной рецептурой на данной муке мне нужно уменьшать количество жидкости в замес сразу. Поэтому просто нужно добавить муки в тесто и еще раз его замесить. Это что касается второго замеса. Если это ощущение приходит уже на брожение, то здесь ничего делать не надо, уже вносить дополнительную муку не надо, нужно просто спасать тесто. Если не получается тесто сформовать, а по рецептуре это подовый хлеб, то его вполне можно выпекать в формовом варианте, просто положить в любую форму для выпечки. Вот, собственно, таким образом можно справиться с повышенной гидротацией. Либо же испечь хлеб, который должен был быть подовым, испечь его в форме лепешки. Продолжение следует...